В центре внимания ЖКХ. Думцы озаботились работой предприятий, от которых зависит качество коммунальных услуг. Ремонт ГДК. Это первая долгожданная реконструкция за 40 лет. Здание было построено в далекие 70-е. Все на ярмарку. Жители города могут купить нужные продукты от местных производителей и по доступным ценам. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. Депутаты взялись за ЖКХ. На очередной сессии Армавирской городской думы обсуждались вопросы работы предприятий, от которых зависит качество коммунальных услуг. Это заседание было многолюдным как никогда. Помимо самих народных избранников, на нем присутствовали поставщики и транспортировщики электричества. Руководитель управляющих компаний, а также общественность. Подробности у Лады Волошиной. Все мы платим за электроэнергию и знаем, что в тариф заложена оплата и за развитие инфраструктуры отрасли. Лампочки в наших домах горят благодаря работе двух предприятий. Кубанинерго и НЭСК-электросети. Первая продает, вторая поставляет электричество. Внимание депутатов привлекла работа обоих руководителей. НЭСК снизил объем инвестиций и даже то, что удалось построить, не везде доведено до ума. В рамках программы 2011 года были реконструированы, заменены поврежденные кабельные линии, но часть из них на настоящий момент пока не находятся в работе. У Кубанинерго вообще разговор короткий. Кубанинерго получила паспорт готовности по прохождению к атакительному сезону. Объем работы выполнены в части инвестиционной составляющей. Работы не запланированы по армавирусу. У депутатов такой ответ вызвал справедливое возмущение. Учитывая, какими темпами строится и идет развитие города Армавира, хотелось бы выразить, мягко говоря, несогласие с вашей позицией. Кроме вас, все остальные хотят развития города. Вы полностью насигновиваете. Ни копейки, это неправильно. Нужно исправлять положение, и мы очень надеемся, что руководители организации прислушаются к нашему мнению, подчеркнул глава города. В конце года депутаты еще раз пригласят энергетиков на заседание и попросят рассказать, что удалось сделать. А вот вопрос установки общедомовых счетчиков в многоэтажках отлагательств не терпит. Правила для жителей изменились. Раньше могли бы определяться или выбирать, устанавливать или не устанавливать, то, согласно федерального закона 261, собственники жилых помещений обязаны установить коррективные приборы учета. Вопрос острый, учитывая то, что в большинстве домов есть только тепловые счетчики. А надо установить приборы учета на все коммуникации, и времени на это осталось мало. Люди говорят, что не могут так быстро собрать столь значительную сумму. Выход подсказал глава. Закон сегодня предусматривает и обязывает энергоснабжающие организации устанавливать приборы учета в рассрочку на срок до пяти лет. Работа управляющих компаний тоже вызывает массу нареканий у населения и вопросы депутатов. Такая фраза, а как же более детально определить тариф? То есть не разработан стандарт, поэтому они не могут более детально определить тариф. Очень настораживает, что вы не можете определить детально тариф. Значит, вы этот тариф берете отсюда. Чтобы контролировать работу управляющих компаний, с помощью сотрудников администрации будет избран совет дома в каждой многоэтажке. Он будет принимать участие в определении стоимости и качества услуг компании. Глава города назвал эффективное взаимодействие жильцов и управляющих компаний вопросом стратегической важности. Самый главный вопрос, который сегодня волнует армавирцев на всех встречах или на приемах, это тариф образования. Что сегодня, вот люди присутствуют в зале, да, они же не просто пришли. Каждого их спросил, у них один вопрос. За что плачу и сколько плачу? Соответственно, это наша работа, мы ее обязаны сделать и сделать ее открытой вместе с управляющими компаниями. Влада Волошина, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Начались масштабные ремонтные работы в концертном зале городского дворца культуры. На реконструкцию выделено более 15 миллионов рублей. Ход работы контролирует лично глава Армавира Андрей Харченко. Такого ремонта главный очаг армавирской культуры не видел со дня постройки. ГДК давно нуждается в современном облике, так как был введен в эксплуатацию 40 лет назад. Напомним, в прошлом году в новом стиле был решен фасад здания. Сейчас планируется полностью обновить интерьер зала. Уже ведутся работы по демонтажу старых кресел. Строители займутся ремонтом сцены. Планируется заменить пол и поворотный круг. Также обустроить профессиональную оркестровую яму. Модернизируют и систему освещения. Продолжая выпуск. Кто виноват и что делать? 196 автомобильных аварий и 13 погибших за минувшие 9 месяцев. Такова печальная статистика ДТП в Армавире. Как изменить ситуацию на дорогах? На эту тему рассуждали представители транспортных служб, автошкол города и сотрудники госавтоинспекции. Каким выводом удалось прийти, знает Алена Лагвиненко. Уважаемые участники дорожного движения, в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, а также в целом нарушении правил дорожного движения на территории города Армавира, просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, особенно при приближении к пешеходным переходам и к общеобразовательным учреждениям в нашем городе. Ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Несознательность участников движения – главная причина большинства дорожных происшествий, считают собравшейся. Перешел дорогу в неположенном месте или всего в паре шагов от перехода превысил скорость, промчался на красный свет светофора или выехал на проезжую часть, не уступив дорогу другим транспортным средствам. В Армавире культуры движения не хватает не только водителям, но и пешеходам. Несмотря на указанные мною цифры по снижению ДТП по вине пешеходов с участием детей, общее количество раненых ДТП людей за 9 месяцев увеличилось на 31 человек. И это серьезная и угрожающая цифра. К уже привычным причинам ДТП, таким как не заметил, выпил, не среагировал вовремя и превысил скорость, добавилось еще одно – значительное. Перешел проезжую часть в неположенном месте или не на тот сигнал светофора. В связи с этим увеличилось количество пострадавших среди пешеходов. Особенно в темное время суток, когда заметить идущего по дороге человека довольно сложно. А скорость у транспортного средства ввиду отсутствия заторов выше. Показатели говорят сами за себя. Возросло и количество ДТП с участием детей. Поэтому отдел ГИБДД города ведет активную разъяснительную работу. Постоянно при обучении молодых водителей, при выпуске на линии в трассы, в предприятиях, в том числе маршруты, такси, автобусы и так далее, постоянно надо всем местным постоянно им говорить, что действительно транспортное средство – это источник повышенной опасности. Как бы это банально ни было. Это действительно так. Кстати, статистические данные в Армавире показали, что наиболее аварийными днями недели для горожан почему-то являются вторник, четверг и воскресенье. Именно в эти дни происходит большинство серьезных ДТП. Также присутствующие отметили, что армавирцы крайне редко проявляют свою гражданскую позицию и делают замечания недисциплинированным водителям и пешеходам. Однако эти проблемы существовали в городе на протяжении длительного периода времени. И всем заинтересованным ведомствам предстоит приложить немало усилий, чтобы повысить культуру поведения участников дорожного движения. Алена Лагвиненко, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Одна из традиционных для России форм торговли – ярмарка в Армавире набирает обороты. И очереди выносных прилавков явление обычное. Люди спешат купить продукты подешевле. Сегодня на ярмарке реализуют свои товары порядка 45 сельхозпроизводителей. Здесь можно приобрести овощи и фрукты для заготовки на зиму, а также социально значимые продукты – молоко, масло, творог, рыбу, хлебобулочные изделия. Широкий, а главное, качественный ассортимент привлекает все большее число армавирцев. Для удобства горожан ярмарки традиционно проходят выходные дни в центре, а в сельских округах и на окраинах – в течение недели. Риск – дело благородное, однако не всегда одобренное законом. В Армавире был ликвидирован подпольный клуб азартных игр. Это далеко не первое подобное заведение, которое ведет нелегальную деятельность в нашем городе. Что грозит таким предприимчивым бизнесменам и их клиентам, выясняла наша съемочная группа. Азартные игры уже давно приравниваются психологами к сильным зависимостям, таким как наркомания или алкоголизм. Ежегодно во всем мире игровые клубы получают миллиарды, заработанные на людях, которые не в силах остановиться самостоятельно. От такой страсти нужно избавляться, как и от других вредных привычек. В России деятельность подобного рода разрешена только в строго отведенных зонах. Однако среди армавирцев еще находятся предприимчивые горожане, готовые содержать подпольный клуб. Правда, век такого предприятия в нашем городе недолг. В сентябре текущего года в ходе проведенных рейдовых мероприятий прокуратурой города выявлен факт функционирования игрового заведения. Деятельность осуществлялась через персональные компьютеры, через глобальную сеть интернет. Компьютеры, с помощью которых осуществлялась деятельность, будут переданы в Следственный комитет до постановления суда, а потом ликвидированы службой судебных приставов. Клиентам обнаруженного заведения грозит малоприятная, но не особо пугающая перспектива встреча с сотрудниками полиции для профилактических бесед. А вот сам организатор игорного бизнеса может не только заплатить огромный штраф, но и лишиться свободы сроком до трех лет. Все зависит от того, сколько бизнесмен успел заработать на своем предприятии. Санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лишений свободы в случае, если будет установлен доход от игорного заведения в размере более полутора миллионов рублей. Чтобы не попасть в весьма неприятную ситуацию, нужно перестать тешить себя надеждой, а вдруг повезет. И помнить, что азартные игры приносят реальную прибыль только их организаторам. И то до приезда полиции. Алена Лагвиненко, Александр Патрахов, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. Я передаю слово Ольге Чихонцевой. Здравствуйте. На Дальнем Востоке снег с дождем, в Сибири почти минусовые температуры, а у нас едва запахло осенью. Пятница будет солнечной, а по меркам октября еще и достаточно теплой. Днем столбик термометра покажет плюс 21 градус, ночью 12-15. Ветер восточный умеренный, именно он, как говорят синоптики, и подарил нам хорошую погоду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. А в календаре профессиональных праздников на 19 октября намечены сразу два события. День работников пищевой промышленности и день лицеиста. Если второй повод повеселиться подойдет только некоторым армавирцам, то к труженикам вкусного фронта можно отнести всех, кто любит готовить. А это в первую очередь шеф-повара ресторана «Астория». Порадовать себя их шедеврами теперь можно в обновленном зимнем зале. Ирина? Спасибо, Оля. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете. www.aravita.info и на волнах авторадио «Армавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова